2023 для Алтайского пищепрома выдался неплохим, но переломным. Продуктов в крае произвели на 10% больше, чем годом ранее. Драйверы роста, масложировая и мясоперерабатывающая отрасли. Повлиял и повышение потребительского способности наших покупателей, то есть больше мяса стали потреблять. Это и, наверное, конкуренция, которую все-таки наконец-то алтайские переработчики переломили, наверное, тот тренд, который был еще три года назад, когда шло сокращение мемопроизводства. На полках магазинов было больше завозной мясной продукции. Сейчас все-таки процент растет, и мы это видим. И видим по показателям нашей мясной продукции. Производить больше стали курятины, говядины и переработанные мясной продукции, тех же колбас. Выросли объемы по сыру. Край по-прежнему лидер по гречке. В целом радует размер инвестиций в отрасль больше 6 миллиардов рублей. Да и объем отгруженных товаров собственного производства впечатляет. Почти две с половиной сотни миллиардов рублей. Но все же ключевой задачей для алтайских производителей остается выход на экспорт, подчеркивает Большаков. Так в марте прошлого года наш регион столкнулся с рекордными остатками сыра и масла. Сегодня в России рынок перенасыщен продуктами. Сегодня не главное произвести, а сегодня главное продать. Большинство производителей сегодня новые рынки сбыта нашли и освоили. Главным партнером по экспорту, и это переломный момент, стал Китай. По числу заключенных контрактов он обошел даже многолетнего покупателя хлеба и других алтайских продуктов – Казахстан. Удалось даже заключить договоренности на отправку совсем неожиданных товаров. Так еженедельно в прошлом году в Поднебесную отправляли по контейнеру куриных лапок и гребешков – излюбленный деликатес азиатов. Которые не едят в России, едят хорошо в Китае. Поэтому этот продукт востребован. Этот продукт, мы надеемся, будут они увеличивать, исходя из того объема производства курятина, который у них есть. Продуктов переизбыток, но цены кусаются. Но на их уровень, говорит Большаков, зачастую влияют не столько расходы на производство товаров, сколько совокупность других разных факторов. От разницы между ценой производителей и торговых сетей нередко страдают и первые. Так практически каждую весну остро стоит вопрос закупочных цен на молоко. Но в этом году, отметил начальник Алтай-пищепрома, ситуация не должна быть критической. Елена Макаренко, Дмитрий Денисов. День с толком.